Свежие новости из Китая вселили уверенность в рынке. Нефтебыки активизировались и увели котировки Brent выше 55 долларов за баррель. Вслед за нефтью вверх устремился и рубль. Утренний рост энергоносителей должен поддержать российский рубль на полову в течение сегодняшней сессии. Недельные запасы в США по предварительным данным увеличились на 6 млн баррелей, вместо ожидавшегося повышения на 3 млн. Тем не менее, котировки эталонных марок откликнулись ростом. Сегодня цены продолжают положительную динамику, которой способствуют новости из Китая. По данным на вторник, число новых заражений коронавирусом снизилось и у трейдеров появилась надежда на восстановление спроса на энергоносители. Впрочем, международные эксперты пока не спешат с оптимистичными выводами по поводу эпидемии. Нефть, похоже, получила кратковременную поддержку. Бычий тренд по-прежнему актуален. Brent набрала более 1,5% стоимости. Покупателям с легкостью удалось протолкнуть котировку выше отметки в 55 долларов за баррель. Американская легкая нефть дорожает более чем на 1%. Баррель WTI оценивается в 50 долларов 60 центов. Ожидаемый диапазон торгов на оставшуюся часть дня для марки Brent составляет 54-55 долларов за баррель. Сигналом на покупку будет закрепление котировки выше 56 долларов за баррель. К вечеру в поле зрения нефтетрейдеров попадет отчет от Управления энергетической информацией США по изменению запасов нефти в стране. На этой неделе ожидается более скромный рост по сравнению с прошлым значением. Рост азиатских рынков и нефти вновь сформировал благоприятный фонд для российской валюты, которая открыла новую сессию с повышением котировок. Пара USD-RUB пробила отметку в 63 пункта, но закрепиться ниже этого значения пока не удалось. Сегодняшняя динамика рубля будет зависеть от движения нефти и валют развивающихся стран, которые отыгрывают надежды на улучшение эпидемиологической ситуации в Китае. Поддержать россиянина могут сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ в случае высокого иностранного спроса на бумаге, на его стороне и возможное увеличение объема покупок валюты в рамках бюджетного правила. Против рубля играет восстановление доллара. Глава ФРС дал положительную оценку американской экономике, поддержав позиции нацвалюты. Поэтому пара USD-RUB сохраняет потенциал роста до 64 пунктов и выше. Кроме того, участники рынка сохраняют риски снижения нефти. Нисходящая динамика может проявиться уже к концу сегодняшнего дня.